Как ты это делаешь? Рубрика, в которой мы анализируем игру теннисистов Сетка Кап и пытаемся понять, за счет чего они побеждают. Всем привет! Меня зовут Кирилл Самокиш. И сегодня мы узнаем, как это делает победитель и призер чемпионатов Украины, победитель клубного чемпионата Австрии 2-й Бундеслиги, мастер спорта Украины Новосад Алина. Баттершляй Корбл СК-7 Чем играет? Основание. Баттершляй Корбл СК-7. Основание не очень быстрое и создано для тех, кто играет в активную игру и много попадает на стол. Накладки. Ксиом Омега 5 евро. Накладки средней жесткости и созданы для игроков активного стиля игры. Но этими накладками сложно найти свой активный завершающий удар. Вполне вероятно, что Алина будет переходить на накладки более жесткие. Стиль игры. Алина, игрок атакующего стиля. Всегда ищет первый ход для атаки. Все движения идеально технические. То есть вполне можно назвать классическим нападающим игроком. Благодаря своим модельным параметрам, отличный замах и, соответственно, мощные, быстрые топсы, как справа, так и слева. Рейтинг. На обмен съемки видео 55 единиц. Рейтинг у Алины достаточно стабильный и играет она без особых приседаний. Зона игры. В основном ближняя и средняя, иногда дальняя для качественных перекрутов. Так как Алина игрок атакующего стиля, она старается играть ближе к столу. Количество сыгранных матчей. Всего Алиной было сыграно 516 матчей на турнирах Сетка Кап. 280 из них Алина выиграла, 236 проиграла. Но статистика матчей обновляется после каждого сыгранного турнира. По словам Алины, каждая игра является разной и нет соперников, с которыми игры проходят легко. Каждый соперник является как удобным, так и неудобным. И все исключительно зависит от того, в какой или иной физической и психологической форме. Но, по словам Алины, главным соперником являются я и моя лень и не всегда правильно принятые решения во время игры. И все-таки начнем с неудобных соперников. Насколько я знаю, Алина не в восторге от игры по шипам. И лично от себя скажу, что неудобными соперниками являются Степановская, 13-34. Шипы плюс сложно играть психологически. Сазанюк, 3-23. Опять же, шипы с двух сторон. Михалик, 7-6. Неудобные шипы, после которых падает мяч. Плюс нестандартная игра с мощными ударами по ее топсам. Удобные. Даже судя по статистике, Светлана Юренева, 25-3. Потому что Юренева играет пассивно и Алина просто в любой момент выбирает, когда лучше сделать первый ход. И мощными топсами играет косо по углам. И Александр Цюбко, 18-3. Алина переигрывает в длительности розыгрыша и сами топсы мощнее. Выносливость. Выносливая спортсменка сильнейшего женского состава. С другой стороны, если не быть выносливым, как это делает Алина, то результаты явно не будут положительными. Может похвастаться тем, что в любой ситуации борется до конца. Вне зависимости от того, с каким счетом она отстает от соперника. Сложность подачи. Подача средней сложности. Чаще всего это нижние. И верхние быстрые подачи на вылет. Но есть в арсенале подачи справа и слева верхние. Чередуют в зависимости от ситуации. Психологическая уравновешенность. Алина Новосад, сдержанный игрок. Очень редко может получить карточку. Но это значит только одно, что она уже выложилась полностью. Пробовала разные пути для того, чтобы выиграть встречу. Но, к сожалению, что-то идет не по плану. И силы на исходе. Старается контролировать свои эмоции. Но иногда может прокомментировать розыгрыш. В принципе, почему бы и нет? Друзья, а сегодня мы узнали, как это делает спортсменка самых сильных составов турниров Сетка Кап Алина Новосад. А тем временем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. И пишите в комментариях, игру какого спортсмена нам разобрать в следующем выпуске. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин